так всем огромный привет все я уже уезжаю собрала вещи жду поезда на помечен аэропорта у меня сейчас через два часа самолет на варшаву так что прощай италии идем польшу мы отправляемся на т-1 там будет отправление до варшавы сдала багаж и заходим дальше посмотрите какие-то всякие термосы прикольный гномики огромное количество магазина когда мы идем уже прошли чекин здесь очень много магазинов просто конечно цены больше намного чем в риме вот такие рубашки вот такие рубашки а здесь кстати серебро серебро очки всякие изделия тоже и обувь аэропорт сейчас будем направлять аэропорт сейчас и аэропорт сейчас аэропорт сейчас аэропорт сейчас мы отправимся в польшу варшаву аэропорт сейчас там я конечно побудусь в воде в день и уже на следующий день будет отбалеть в футболе в футболе в футболе в футболе в футболе в футболе мы поехали в футболе Санкт-Петербург Санкт-Петербург Доброго дня! Я уже приехала в Варшаву. Остановилась в отеле Мариотт. Сейчас я вам покажу, как он выглядит. 21 этаж. Очень большой. Страшно. Такая панорама. Погода сегодня не жаркая. Как раз для меня хорошая. Я сейчас хочу выйти в город. Мне надо кое-что купить, потому что здесь, как таково, пользуются только злотами. Евро сказали, что они не берут. Вот. И мне надо поменять деньги, чтобы я, по крайней мере, могла завтра оплатить такси, потому что мне завтра надо очень рано встать на поезд и успеть на Днепр. Ну, что-то купить себе покушать, конечно. Вот. И сейчас я вам покажу, как выглядит этот номер. Такой вход в номер. Здесь я поставила чемодан. Вот такая тумбочка. Здесь тебе пишут. Кто сюда посетил? Ну, типа, как приветствие в отеле. Вот. Дальше. Вот такой столик. Я уже, кстати, положила при сумочке. Такая карта. Такое зеркало. Столик. Лампа. Вот водичка. Кстати, стоит такой блокнотик. Телефон. Ручка. Такие картины. И вот такая огромная олежка. Огромнейшая. Белё-белоснежная просто. Смотрю я иногда на это бельё. Нам довольно-таки часто передавали такое бельё, ну, как ребятам в госпиталь. И это всё-таки отельное бельё. Ну, очень чисто, красиво, аккуратно. Такая тумбочка. Вот такое зеркало. Дальше здесь у нас идёт сверху вино. Вот такое вино. Стаканчики, чипсы, орешки. Кофе, чай. Это вот то, что вы можете брать. Шоколад. Здесь, конечно, бар есть. И там в баре, если вы этим пользуетесь, вы, соответственно, за это всё и платите. Здесь и пиво, всякие напитки алкогольные. Алкогольные маленькие, видите? На усмотрение. Рэдбуллы, шоколадки. Вот. Меня, конечно, попросили оставить залог. Или карту. Или 100 евро. Если вы пользуетесь баром. Здесь дальше у тебя идёт сейф. Вот такая специальные вешалки. Халатик. Тапочки. Фон. Такие у нас кулёчки. И плюс, это то, что мне надо, утюг. Именно с гладильной доской. Так. Встала очень рано. Собираюсь сдать номер. Сейчас должно быть такси. И еду на вокзал, чтобы взять электричку и поехать до Дарахуйска. Оттуда взять уже поезд на Днепро непосредственно. Спасибо большое этому отелю. Хорошо провела вечер. Отдохнула. С новыми силами домой. Дорога дальняя. Надо ехать. В отеле всё прекрасно. Чисто, аккуратно. Джентльями, как говорится. Позвонили, разбудили. Хотя я, честно, и не спала ночью. Я раза четыре вставала. Вот. Ну, когда на новом месте, ты не всегда тебе хочется. Прям переживаешь, чтобы ещё не опоздать. Потому что с моим счастьем можно всё, что угодно. Так. Вот такой вид у нас с 21 этажа. Все ещё, конечно, спят. Очень мало людей я вижу на улице. У нас ещё не такой огромный рух. Хотя в Италии в это время уже люди вовсю уже работают. Встают. Потому что некоторые едут на работу. Ну, здесь я вижу спокойно. Очень мало. Про мальчик идёт. Вот. Большое спасибо, как говорится, полякам. Польша. И едем домой на Украину. Теперь главное спуститься вниз, сдать номер. И сесть на электричку, доехать до Дарахуйска, оттуда взять поезд. И домой до Днепра. Что я хотела сказать, что всё чисто, аккуратненько проводил. Я тоже молодец таксист. Вот хочу, чтобы показать вам, чтобы и у нас на Украине такое было. Видите? Стоит специальная водичка для животных. И налита вода. Так же, как и в Турции. В Турции, конечно, стоят и аппараты с едой. Просто это большой плюс. Там и к животным относятся по-другому здесь. Ещё вам хочу сказать, что здесь вот даже на табло написано, перевод, чтобы люди понимали, не только на польском, но и на русском языке, чтобы знали, где отправление, где приезд. Так что людей не потеряются. Русский, Польша. Поля похожи чем-то, как у нас. Леса, поля. Такие же самые желчки, как у нас, думал. Ой, милые. Отличается, конечно, от Италии, потому что здесь всё зелено и намного прохладнее. А в Италии слишком жарко. Становились в Люблин. Город небольшой. На вокзале. Вот такой вокзалчик. Вот такой вокзалчик. Там костёл, он не живёт, а детский садик, наверное, где-то я площадка, да, костёл. Пока сейчас посмотрим, мы шли захватил. Да. Да, вроде бы, да. Ну, мы убираем скорость тут. Едем дальше. Ещё часик, и там мы будем в Горохуйске. Там мы спокойно пересаживаться в поезд до Днепра. И спокойно ехать домой. Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнал «Симон»